Всем привет! Меня зовут Юра Маркелов. Я люблю олимпиадную математику, а в особенности геометрию, и буду здесь на канале разбирать иногда разные математические олимпиадные задачи. И сейчас хочу разобрать очень интересную задачу с Всероссийской олимпиады школьников 2021 года от Фёдора Петрова, и она стояла на третьем месте в 11 классе. Значит, сам я её не решил, при том, что участвовал в олимпиаде, у меня за неё стоит 0 баллов, но мне очень нравятся и задачи, и решения. Давайте же приступим к условиям. Значит, есть в языке три буквы Ш, У и Я. Значит, словом в этом языке называется последовательность из 100 букв, причём 40 из которых гласные, У или Я, 40 гласных, ну, оставшиеся 60 — это буквы Ш. Надо найти такое максимальное Н, что существует набор из Н слов, такой, что любые два слова в этом наборе в каком-то месте у них стоят, и для любых двух слов из этого набора есть место, в котором у них стоят гласные буквы, причём различные. То есть, вот если мы выбрали любые два слова, то есть какое-то место, где тут У, а тут Я, или наоборот. Хорошо. Значит, сейчас у вас есть время на то, чтобы поставить на паузу и попытаться решить самостоятельно. Ну, это тяжёлая задача. Это третья задача со Всероссийской Олимпиады школьников 11 класса. Хорошо. Какой же ответ? Ответ можно для 2 в 40-й таких наборов. Можно сделать набор из 2 в 40-й слов в этом языке и с выполнением такого свойства. Пример строится довольно просто. Давайте последние 60 букв всегда будут Ш, а первые 40 мы заполним буквами У и Я всеми способами. То есть, первое слово из этого набора будет 40 в букв У, и потом 60 букв Ш. И потом одну букву поменяем на Я. Ну, в итоге получается 2 в 40-й таких наборов, потому что у нас на каждом месте может стоять У и Я, и это никак не зависит друг от друга. У нас 40 мест, значит, 2 в 40-й как раз таких наборов. Хорошо. Почему же этот набор годится? Потому что у нас последние 60 буквы Ш, это неважно, первые 40, у нас они все гласные в любом слове. И тогда, если они в каждом разряде совпадают, то просто слова сами совпадают, противоречие. Значит, в каком-то месте, очевидно, они расходятся. Значит, такой набор подходит. А вот вторая часть, которая, надо доказать, что не может быть набора из больше, чем 2 в 40-й элементов, она довольно сложная, и мне не удалось это сделать. И я думал что-то про какие-то графы там строить, а в реальности оказалось все намного хитрее, и просто, и коротко. Как же это сделать? Пусть у нас существует какой-то набор из слов, удовлетворяющий этому условию. Давайте для каждого слова сопоставим ему, вот у нас есть какое-то слово из этого набора. Тут Ш, там У, Я, Ш, ну понятно. Давайте для каждого слова сопоставим 2 в 60-й слов только из букв У и Я. Такое, что на всех местах, где тут стоят У и Я, они остаются, а все буквы Ш, они всевозможными способами сопоставляются с буквами У и Я. То есть, вот если было бы не сто слов, то мы бы сделали, например, если было бы не сто букв, а четыре буквы, и можно было бы две гласные и две согласные, то из какого-нибудь слова Ш, Ш, У, Я мы бы сделали четыре слова. Значит, У, У, Я, У, Я, У, Я, Я, У, Я, 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 Я. Мы вот эти вот меняли всевозможными способами, а эти оставляли. Вот. Значит, каждому слову из какого-то набора, который нам дали, мы сопоставим 2 в 60-й слов только из букв У и Я. Теперь заметим, что все полученные слова различные, потому что в каком-то месте у нас любые два слова из нашего набора, они в каком-то уже месте, где стояли гласные буквы, они отличались. Получается, что мы получили Н умножить на 2 в 60-й различных слов из букв У и Я. Но всего слов из 100 букв и столько букв У и Я как раз 2 в 100-й, потому что на каждом месте два варианта и никак на одном месте вероятность не зависит от вероятности на другом. Значит, Н на 2 в 60-й не больше, чем 2 в 100-й. Но если поделить на 2 в 60-й, мы как раз получим, что Н не больше, чем 2 в 40-й. Мне эта задача очень понравилась на Олимпиаде. Надеюсь, она понравилась и вам. Всем спасибо. Маткульт-привет! 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 Маткульт-привет!